Райский сад Потому что Адам, Ева и все вот эти персонажи, она рассказывает нам о них, эта вечная книга, о том, что существует внутри нас, какие свойства, что это свойства снизошли в наше сегодняшнее состояние с абсолютно духовных высших своих свойств, когда они работали все на отдачу, на любовь, на вне себя, и такое состояние называлось раем. Рай – это состояние отдачи. Состояние отдачи, состояние любви, состояние абсолютной независимости от собственного эгоизма. Вот это и есть ощущение райского сада. Да, когда человек чувствует, что он свободен от него. Мы даже этого себе не представляем, поэтому, знаете, как ребенок, который родился в тюрьме, он не представляет, что есть что-то другое. А мы живем в тюрьме? Ну, мы в тюрьме, естественно, в собственном нашем эгоизме, у нас же в этой клетке. И подчиняемся этому, даже не понимая, что мы абсолютно подневольны. На самом деле мы произошли как бы совершенно из других свойств, как бы из другого мира, из той скрытой от нас части мироздания. И упали в эту часть мироздания. Но это не физическое падение, а падение качественное нашими свойствами. Наши свойства абсолютно перевернулись. И вот из этой инверсии и произошли мы сегодняшние. Поэтому и называется это состояние падения или изгнания из рая. Куда? На эту жестокую землю. Земля – это от слова «эрэц рацион», от слова «желание» в эти эгоистические желания. Поэтому наше существование, сегодняшнее, ощущается нами как существование в эгоистических желаниях. И эти эгоистические желания постоянно развиваются. Должны привести нас к тому, что мы поймем, что просто дальше невозможно в них существовать. Продолжение следует. Продолжение следует...